Доброе субботнее утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня наш день мы начнем с разговора об интересной профилактической процедуре под названием IV-терапия. Данная процедура направлена на общее улучшение состояния здоровья при помощи витаминных капельниц. Более подробно о том, что это, для чего и кому, в принципе, будет полезно, мы поговорим с сегодняшним нашим гостем. Специалистом IV-терапии, врачом-терапевтом Байрам Куловой Осият. Доброе утро, Осият! Доброе утро! Рады приветствовать вас сегодня в нашей студии. Я уже озвучила нашим телезрителям, о чем мы сегодня будем говорить, о IV-терапии. Это что-то новое, но, тем не менее, активно развивающееся такое явление, в том числе в Карачаево-Черкесской республике. Ты специалист в данном направлении. Давай немножечко перед тем, как мы поговорим о самой этой процедуре, расскажем нашим телезрителям, как ты пришла к этому. Ты специалист с высшим медицинским образованием. Почему тебя это в какой-то момент заинтересовало, что ты увидела в этом и как стала развивать данное направление? Это данное направление, оно профилактическое является в области медицины. Оно меня интересовало, в принципе, даже со студенческой скамьи, потому что я понимала, что не сколько лечением, а профилактикой можно добиться многого, чтобы состояние здоровья человека было на 100%. Только нужно в этом направлении работать, и чтобы у тебя были соплеменники и люди, которые смотрят, как и ты, в этом направлении. А само понятие айвитерапии с точки зрения медицины, да, ты как врач, при каких обстоятельствах ты познакомилась с этим, и что тебя конкретно зацепило? Может быть, какой-то результат ты увидела, опыт какой-то был положительный? Ну, работала долгое время в центре медицинской профилактики у нас в республике. Естественно, у нас была диспансеризация, и там мы для того, чтобы восполнить профилактические состояния организма человека, мы проводили вот такие профилактические витаминные капельницы, ну, основываясь на том, что мы, зная лекарственные препараты, мы проводили им вот такие как бы капельницы ставили. Курс, да, такой? Да, и оно как-то шло. В этом направлении я поехала в Москву, хотела обучиться, нашла соплеменников, которые в этом направлении развиваются, и вот оно пошло-поехало. А если говорить о компетенциях, да, вот в данном направлении, как давно ты вот именно специализируешься на IV-терапии, и какие, может быть, курсы повышения квалификации, что такое проходило? Ну, в этом направлении я работаю уже в IV-терапии, это 4 года, как уже занимаюсь этим. Обучалась я в Москве в институте питания, диетологии, нутрициологии. Да, кстати, хотелось добавить нашим телезрителям, что Асиат, помимо того, что она врач-терапевт, специалист в IV-терапии, она также нутрициолог и диетолог, правильно? Да. То есть это в комплексе как бы идет, получается, да? Это новое направление в медицине, это превентивная медицина, то есть туда и не только лечебные препараты как бы входят. Тут более узкое направление. 2021 года, в основном оно открылось у нас в России, это в Казани. То есть это как место, да, откуда начало распространяться. Да, витеропия пошла оттуда у нас в России. Прошло обучение в институте питания, и в дальнейшем вот это направление у нас в республике. Очень хотелось бы, чтобы, несмотря на то, что на наше понятие менталитета, чтобы это направление как-то внедрялось, потому что оно действительно имеет эффект, и просто людям нужно это как-то донести, и чтобы они понимали, что профилактически, если заниматься своим здоровьем, оно даст, конечно, результат. Давай немножечко вот понятным языком расскажем нашим телезрителям, собственно, каких результатов, какие проблемы можно решить с помощью айвитерапии. То есть с какими запросами к тебе приходят пациенты, что они говорят, собственно, и чем может помочь вот этот курс. Я так понимаю, они разные, эти курсы, да? Да. Курсы терапии – это как коктейли мы собираем. Айвитерапия – это как бы метод управления здоровьем и возрастом человека. Восполняя вот эти недостающиеся ресурсы витаминами, аминокислотами. Минералами, наверное. Минералами. И это коктейли разных видов. В зависимости, как вы говорите, на что жалуется человек. Айвитерапия – это не лечебные препараты и не лечение болезни. Это профилактическая работа над своим организмом, имея несколько там жалоб. У кого-то будут какие-то головные боли, там, головокружение, раздражительность. То есть в сторону нервной системы там есть свой особый коктейль. И эти коктейли у нас никак в больнице однообразно. Ты с первого дня капаете какие-то ноотропы 10 дней. В Айвитерапии такого нет. Оно собирается, этот коктейль. В первый день несколько препаратов, во второй день несколько. Но все должно начинаться с сдачи анализов, в котором мы в зависимости от того, какие клинические симптомы, чекап анализа, в зависимости, на что жалуется человек. Вот если так представить, к примеру, вот я как пациент пришла к себе, к врачу, специалисту Айвитерапии. Как выглядит стандартный, скажем так, прием? Что от меня требуется, как от пациента? Есть ли какие-то противопоказания, может быть? Вот как ты ведешь прием, собственно? Противопоказания Айвитерапии – это только беременность. Только мы... Айвитерапию можно начать с 18 лет. Все больше противопоказаний Айвитерапии нет. И во время какого-то острого периода заболевания мы тоже Айвитерапию не проводим. Чтобы к нам прийти на прием, это вам всего лишь нужно прийти со своими анализами, если они у вас имеются. Как на приеме терапевта провести анабнез, собрать жалобы, какие клинические симптомы у человека. В зависимости от этого, рост вес, все антропометрические данные, все узнаем. И от этого мы собираем уже коктейль. Но анализы нам тоже имеют большое значение для нас. С какими запросами чаще всего приходят люди? Что хотят поправить с помощью, скажем так, капельницы? Девушки в основном у нас идут для того, чтобы стать красивее, ухоженнее. То есть получается, благодаря вот этим коктейлям можно как бы на красоту свою повлиять, да? Да, на красоту можно повлиять. Одна из первых капельниц, вообще основа Айвитерапии, началась с того, что Майерс начал заниматься красотой женщин. Это какой-то ученый, я так понимаю. Да, ученый, да, американский ученый, в 90-х годах, когда это все он начал изучать и захотел, чтобы одними капельницами можно было восполнить вот эту красоту, навести. Вот собрал коктейль, и вот этот коктейль, на сегодняшний день он называется коктейль «Золушка», капельницы «Золушка», внутривенная витаминная терапия, то есть Айви, оно восполняет через вену, восполняет те недостатки, которые имеются во внутренних органах. Но так как у нас самый большой очистительный орган – это печень, далее у нас там легкие и кожные покровы, мы воздействуем, основа воздействия в витаминных капельницах для красоты – это вот эти три органа. Поэтому, естественно, кожные прокровы, мы сразу увидим результат, мы увидим внутренний результат, человек начинает чувствовать себя намного легче, лучше, моментами может в весе снижаться. То есть, конечно, есть определенные капельницы для снижения веса, это уже другая методика, другое направление, другие препараты. Там еще и питание мы корректируем. Вот именно в Айви терапии с капельницами для красоты – это воздействие на вот эти три органа. Еще у нас пользуются успехом капельницы детокс, то есть очищение, омоложение. Здесь, наверное, тоже и мужчина, и женщина. Да, но тут вообще и мужчина, и женщина. Есть капельницы спорт для спортсменов, которые улучшают, ускоряют работу мышечная система, чтобы выработка тех молочных кислот, которые в работе мышц хорошо восполняются. Есть капельницы, мозговой штурм тоже очень у нас пользуется успехом. Это, конечно, в наше время для людей, которые постоянно находятся в стрессе, раздражительной, нервной перенапряжении. То есть большинство населения нашей страны, наверное. Скажи, пожалуйста, все это интересно достаточно, и, как уже говорили не раз, это современный какой-то метод, но люди больше все-таки привыкли к таблеткам, да, по привычке. Ты пришел к врачу, тебе выписали, и ты как бы их принимаешь. В чем вот разница витаминных капельниц и вот тех же БАДов, к примеру, которых принимаем мы вот на постоянной основе, многие люди вот с утра там целую горстку таблеток принимают? В наше время можно восполнять и БАДы, и с АИВИ-терапией. Можно и даже в дальнейшем бывает, мы начинаем с АИВИ-терапии, какую-то детоксикацию мы начинаем капельницы, а дальше можно как бы для восполнения так витаминов, которые мы не дали капельницами, БАДами можно восполнить. Но разница, можно ли таблетировано или лучше АИВИ-терапия, конечно, в сто раз лучше делать АИВИ-терапию, потому что таблетированная усвояемость препаратов, которые мы будем принимать, оно будет не стопроцентное. Ну, в зависимости от заболеваний желудочно-кишечного тракта, мы не знаем. В зависимости от того, что имеются какие-то острые процессы, которых мы тоже можем не увидеть. В зависимости от того, что восприимчивость того препарата, который мы будем принимать таблетирование, оно не усвоится. То есть такое тоже может быть, да? Да, да. Таблетированная усвояемость, оно намного ниже, чем через вену. Через вену, чтобы не прокапали, даже натрий хлор, который обычный у нас есть, физраствор, он будет намного быстрее усваиваться и давать результат. Ну, я вот скажу, знаешь, как обыватель, у меня всегда капельницы как бы всегда ассоциировались с какой-то болезнью, да? Вот когда человек тяжело болен, он приходит, его капают. Вот очень, наверное, сложно немножечко морально перестроиться, что капельница, да, это может быть просто как какая-то процедура, которая, ну, помогает тебе держать себя, скажем так, в тонусе. Вот ты наверняка сталкиваешься с этим, да, вот среди жителей республики. Вот расскажи, что говорят. У нас даже мужчины боятся, когда видят иглу, но мы должны воспринимать уже АИВИ-терапию так, как мы идем на физиопроцедуру, физиопроцедуру, мы знаем, что она прикладывается или делается, но в дальнейшем нам даст результат, даст улучшение состояния своего здоровья. То есть, да, часто многие боятся иглы, вы не одна такая, но мы как-то с ними уже разговариваем. Люди должны понимать, что чем таблетки принимать три раза в день, можно один раз сделать капельницу, через три дня сделать повторно вторую капельницу. То есть, это и по времени хорошо, усвояемость хорошо, результат процентный. А вот было ли у тебя в практике, скажем так, когда человек, может быть, сначала немножечко скептически относился, ну, когда прошел курс, с таким каким-то восторгом, может быть, отнесся к этому и сказал, да, вот работает действительно классная штука. Да, да, часто у нас бывает, жены приходят, потом им все нравится, они приглашают своих мужей, они к этому относятся. Мужчины, как правило, да, более скептически настроены? Да, очень даже не понимают, что мы от них хотим и что они получат. Что их жены от них хотят, да? Но даже после двух капельниц, в промежутке, там, три-четыре дня, они видят результат, и они уже сами, не только один протокол, не один курс коктейля, а и другие курсы, они согласны проходить, потому что они видят результат. Люди, которые постоянно в работе, у них есть там час где-то промежуток, есть такие, которые... Ну да, мужчины же в основном как бы заняты, ну и женщины, конечно, тоже, я ничуть не умоляю вот этих вот моментов. Получается, что когда человек очень занят, у него не хватает времени, это идеальный такой выход, да, скажем так, держать себя в тонусе. Это все очень интересно на самом деле, Асяд. Мне кажется, это прям вот такая обширная сфера, которая, думаю, быстро наберет обороты. И в нашей республике я уже не раз слышала об этом сама, поэтому я думаю, что и население наше как-то будет больше к этому прислушиваться. Мне бы хотелось узнать, когда слышат, что ага, айвитерапия, как люди должны реагировать на это? Человек, который любит себя, должен понять, принять айвитерапию, я вот так считаю. Сделать частью своей жизни, да, в общем-то. Все понятно. Асяд, спасибо тебе большое за интересную беседу. Вообще всегда, ну, это приятно узнавать что-то новое, особенно в сфере медицины, которая развивается семимильными шагами. Я желаю успехов тебе в твоей работе, желаю побольше здоровых пациентов, которые осознанно будут приходить к профилактике состояния своего организма. Спасибо большое за то, что ты была сегодня с нами. Спасибо вам. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok